Что известно о событиях 23 июня в Дагестане и о мощных взрывах во временно оккупированном России Крыму. Утром 24 июня россияне атаковали ракетами Одессу. Российская армия пытается вывести некоторые подразделения из-под Волчанска Харьковской области. Это тема дня, с вами Юлия Капитонова, мы начинаем. В воскресенье 23 июня дагестанские города Махачкала и Дербен всколыхнула серия вооруженных нападений. По данным РосСМИ, группа неизвестных из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Позже в соцсетях начали публиковать видео с масштабным пожаром в местной синагоге. Вскоре на улицах Дербента была замечена военная техника. Также РосСМИ сообщали о стрельбе в столице Дагестана, Махачкале. Там неизвестные обстреляли пост ДПС. По информации российского телеграм-канала БАЗа, среди нападавших на полицейских в Махачкале были двое сыновей главы Серга Калинского района Дагестана Магомеда Амарова. Предварительно они были убиты в перестрелке силовиками. В настоящее время чиновник доставлен в отделение полиции, а в его доме проводятся обыски. Как сообщает глава Дагестана Сергей Меликов, в результате вооруженного конфликта есть жертвы. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения. Тем временем телеграм-каналы сообщают, что в Махачкале были ликвидированы четверо боевиков. В Дербенте предположительно двое. Еще как минимум двое задержаны. Также российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии в районе КПП на реке Псоу. Мощные взрывы прогремели 23 июня в нескольких городах временно оккупированного Крыма. Громко было в районе Севастопольска и Казачий бухт. Позже там заметили дым. Также сообщалось о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и САГ. В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы. Ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев заявил об атаке и якобы работе ПВО. Россиане говорят, что пострадали более ста человек и погибли три. Журналист Роман Цибалек высказал мнение о том, куда же могло прилететь в Севастополе. Что-то мне подсказывают, что в штаб 820-й бригады морской пехоты ЧФРФ. Тем временем вечером 23 июня появилась информация о том, что в селе Витино САГского района возле Евпатории было громко. Там якобы было попадание по центру далекой космической связи. А телеграмм «Крымский ветер» сообщил о прилете в воинскую часть между Молочным и Уютным. В районе Черноморского и Межводного местные жители слышали около пяти взрывов. Тем временем «Крымский ветер» сообщает, что в Красноперекопском районе утром 24 июня было слышно серию взрывов. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Будана в интервью The Philadelphia Inquirer заявил, что Россия не использует тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой. Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая польза от этого? У нас нет большого скопления войск, для которого было бы уместно такое ядерное оружие. И пробить дыры в наших рубежах обороны возможно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина. Буданов добавил, что красные линии Путина по Крыму много раз пересекались. Если есть хоть какой-то шанс убедить Путина, что он не может победить, он может заключаться в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом невозможным. По словам Буданова, он не видит смысла в мирных переговорах, потому что у нас нет другого выхода, как вернуть оккупированное. Иначе военное положение будет длиться вечно. По мнению главы ГУР, разрешение США использовать американское оружие для поражения в военных целях РФ в оккупированном Крыму облегчит ВСУ жизнь. Однако Буданов считает, если Украине будет разрешено использовать оружие США на всю, так называемую, оперативную глубину в России, которую мы можем достичь, конечно, нам будет легче. По его словам, Крымский полуостров, который захватила Россию в 2014 году и превратила в огромную военную базу, может быть отрезан от поставок и принужден к повиновению. Известно, что ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что это стало бы ключом к тому, чтобы заставить российского диктатора Путина перейти к обороне. Так считает и глава украинской разведки. Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому мы должны сделать все, чтобы это реализовать. Следующим шагом должно стать прекращение всех поставок для армии РФ Крым вместе с любимым проектом Путина Керченским мостом. По мнению Кирилла Буданова, ракеты большой дальности атакам, с которой президент США Джо Байден доставил в Украину в последние месяцы, могут окончательно уничтожить мост. Также глава ГУР дал оценку ситуации на фронте. Он заявил, что сейчас ситуация достаточно сложная. Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц и легче не станет. Известно, что с начала полномасштабной войны Россия пытается взять под контроль весь Восточный Донбасс. Однако Буданов отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить этого. Армия РФ пытается вывести некоторые подразделения из-под Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин. Противник пытается выводить свои подразделения, которые в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, из-за частичной потери боеспособности. Силы обороны надежно держат там оборону позиций. Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Юрий Повх и отметил, что динамика боевых столкновений на Харьковском направлении меняется постоянно, и оккупанты прекращают интенсивность своих действий исключительно из-за потери боеспособности и отдельных подразделений. По словам Повха, стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. В то же время российские захватчики не оставляют попыток атаковать. В частности, они применяют авиацию и управляемые ракеты для ударов по городам и селам. 22 июня российские войска сбросили на Харьков сразу четыре авиабомбы, одна из них попала в жилой дом. На данный момент известно о двух погибших и более 50 раненых, среди пострадавших есть дети. А 23 июня оккупанты запустили авиабомбу по частной школе в Харькове. Было воскресенье, и дети в здании не находились. Пострадали трое человек. Партизаны АТЭШ сожгли релейный шкаф на железной дороге Ростов-Мариуполь. Эта железнодорожная ветка важна для переброски важных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ. Вдобавок к этому открывают доступ к морскому пути. Тем временем, 23 июня, силы обороны Украины заявили, что успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ Белгородской области. В ведомстве добавили, что в результате боевой работы были зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. В ФСБ РФ значительные кадровые перестановки. Руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа покинул свой пост. Об этом сообщили два источника изданию «Важные истории». По их информации, новым главой службы стал Алексей Комков. Ранее он занимал должность заместителя руководителя службы контрразведки. Пятая служба ФСБ занимается сбором информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Именно на данные этого подразделения обирался Путин, когда принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину. Однако после начала войны вскоре выяснилось, что разведчики предоставили недостоверные данные. К примеру, российские власти были уверены, что их армия не столкнется с серьезным сопротивлением. В реальности, как известно, все было совсем по-другому. В начале войны многие российские СМИ сообщали об аресте генерала Бесседы и его коллег за предоставление неверной информации об Украине. Но источники издания «Важные истории» опровергают эту информацию. По их словам, Бесседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова. Формальным поводом для его отставки стало достижение 70-летнего возраста – это предел службы. Но настоящей причиной стало обострение борьбы за ключевые посты в ФСБ, включая должность самого Бортникова. Директору ФСБ Александру Бортникову в этом году исполняется 73 года, и он уже давно планирует уйти в отставку по состоянию здоровья, утверждают источники издания. Среди возможных кандидатов на его пост называют Сергея Королева, первого заместителя директора ФСБ. Алексей Комков, назначенный на пост руководителя пятой службы, считается протеже Королева. В РФ дефолт не за горами. В интервью журналисту Майкл Наки российский оппозиционер Владимир Милов заявил, что инфляция в РФ ускоряется и бьет всевозможные рекорды. А российская экономика несется в пропасть. Ведь Путину из-за нестабильной ситуации в экономическом секторе приходится искать дополнительные источники финансирования. И это народ России. То есть у Путина кончатся деньги, он поднимет налоги, да, поднимает, и это для экономики проблема. 24 июня страна-агрессоры России атаковала утреннюю Одессу. В областной военной администрации сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру города. Возник сильный пожар. Известно о пострадавших, перед взрывом сообщалось, что на город летело две ракеты. Ликвидация огня продолжается. На данную минуту у нас все. До встречи в следующем выпуске. Спасибо, что остаетесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok